Налоговый вычет Неиспользуемые земли вырастут в 10 раз, на земли, неиспользуемые по назначению, в 5 раз. Изменения вводятся скорее для того, чтобы заставить собственников более эффективно использовать сельскохозяйственные земли, а не для того, чтобы пополнить бюджет страны. Удельный вес от земельных налогов, которые поступают в бюджет Казахстана, составляет всего сотую долю процента. Российские меценаты могут получить налоговые льготы. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от налогов расходы на благотворительность. Речь идет о том, чтобы не взимать сборы с пожертвованием размером до 1% от налогооблагаемой прибыли. Получать такую помощь смогут только государственные и муниципальные учреждения культуры. При этом они будут освобождены от необходимости платить налог на имущество, полученное от меценатов. В Красноярском крае стало на треть миллиардеров больше. Такое заключение сделали в региональном управлении Федеральной налоговой службы, подводя итоги декларационной кампании. Из почти 150 тысяч налогоплательщиков, задекларировавших свои доходы, чуть больше 10 тысяч заработали свыше миллиона рублей в 2011 году. О доходе в миллиард с лишним рублей заявили 12 человек, 7 из них индивидуальные предприниматели в сфере торговли, остальные 5 заработали состояние в основном от операций с ценными бумагами. Россияне все чаще заявляют о своем праве получения социальных налоговых вычетов. Вычеты на лечение составляют не такой большой процент, как вычеты на покупку жилья, и тем не менее более 608 тысяч граждан в 2012 году заявили о праве вычетов на лечение. Какую сумму можно получить в итоге и как это сделать, об этом мы и поговорим с нашим гостем. У нас в студии начальник управления налогообложения ФНС России Дмитрий Григоренко. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Лариса. Давайте сначала посмотрим на цифры. Итак, какую же долю вычета на лечение составляют в общей сумме социальных налоговых вычетов, которые граждане заявили в этом году? Ну, по сравнению с вычетами на покупку, продажу жилья, даже вычетами на обучение, не такая уж большая сумма, 27 миллиардов рублей, и в живых деньгах. Сколько в результате получат граждане? В деньгах получат ровно 13% от суммы заявленных вычетов. Что такое налоговый вычет на лечение в принципе? Налоговый вычет фактически это компенсация или возврат государством части ваших средств или части средств граждан, затраченных на лечение. Есть вычеты на обычное лечение, есть вычеты на дорогостоящие лечения. Да, абсолютно. И на дорогостоящие препараты. Вот как здесь разобраться? Да, разобраться на самом деле очень просто. Ну, во-первых, принципиальная разница между обычным лечением, назовем его так, и дорогостоящим заключается в размере вычета. Вычет на обычное лечение ограничен суммой 120 тысяч рублей в год, хотя заявлять его можно ежегодно. А вычет на дорогостоящие лечения не ограничен никакой суммой, то есть компенсируется, возмещается, возвращается фактически расходы. Это, наверное, ключевой момент для граждан. Это первое. Второе, отвечая на ваш вопрос, как разобраться, какое лечение обычное, какое дорогостоящее, это все регламентировано постановлением правительства номер 201, правительства Российской Федерации. И правительством Российской Федерации утверждены и виды лечения, по которым, естественно, положен вычет, и медикаменты, при этом как обычное лечение, как я его назвал, так и дорогостоящее. И список документов, которые нужно предоставить в инспекцию, как я понимаю, тоже утвержден, он конечный, меняться он не будет. Да, но он уже утвержден не постановлением правительства, как вы понимаете, а налоговым кодексом, он регламентирован налоговым кодексом, скажем так. Да, на сегодняшний день, чтобы получить вычет, ну, вычет дело добровольно, это должны все понимать, то есть тот факт, что вам положен вычет, а вы его не заявили, ну, в общем, в жизни-то на самом деле ничего не меняется в вашей. Поэтому, чтобы этот вычет получить, нужно совершить определенное действие, подать в налоговую инспекцию, налоговую декларацию, в которой заявить этот вычет. К налоговой декларации необходимо приложить определенный пакет документов, он действительно регламентирован и стандартизирован на сегодняшний день, и приложить заявление о том, на какой расчетный счет и куда вам перечислить вычет, если вам его подтвердят, и он вам действительно положен. Заявлять это нужно в рамках декларационной кампании или в любое время года? Нет, это ваше право, в любое время года, при этом можно и за прошлое, и за позапрошлое, то есть глубиной 3 года назад, если вдруг вы забыли, не помнили, не знали, можно прийти в налоговую инспекцию, заявить вычет. Можно получить вычет как на свое лечение, так и на лечение членов семьи, насколько я понимаю? Да, абсолютно верно, можно получить вычет как на свое лечение, так и на лечение супруга, ну либо супруги, на лечение детей и на лечение родителей. По детям ограничение на лечение детей в возрасте до 18 лет, потому что у каждого свое понятие, когда ребенок перестает быть ребенком. Если оплачивается лечение родителей, либо детей, либо супруги, либо супруга, то необходим документ, подтверждающий родство. Это тоже любой документ, который подтверждает родство. Ну, с супругами тут все предельно просто, справка о браке. Свидетельство о браке. Да, свидетельство о браке, извините. Если ребенок, то свидетельство о рождении наверняка, да, если родитель, то? То же самое, можно либо паспортные документы, либо тоже свидетельство о рождении. Сейчас у нас на связи колл-центру ФНС по Москве дежурный сотрудник Ольга Степченкова. Ольга, здравствуйте. Есть ли вопросы относительно вычетов на лечение? Здравствуйте. На этой неделе часто задают вопрос. Можно ли получить налоговый вычет на операции пластической хирургии? Спасибо, Ольга. Ну, удивительно, что именно на этой неделе так остро встал этот вопрос. И тем не менее, давайте на него ответим. Любопытный вопрос. Нет, к сожалению, вычет на услуги пластической хирургии на сегодняшний день получить нельзя. Почему? Ну, все очень просто. Как я уже сказал, виды лечения, виды медикаментов утверждены постановлением правительства. Это все-таки вряд ли лечение. Да, я согласен. Меня тоже очень смущает сам факт того, что пластическая хирургия является лечением. Хотя, мне кажется, да, мы со мной поспорят. В общем, вопрос дискуссионный. Ну и в заключении хотелось бы еще раз задать вопрос. Где можно увидеть весь пакет документов, всю информацию? Вот так, чтобы прийти в налоговую инспекцию и уже не нервничать, знать, что у тебя все в порядке, и ты принес то, что нужно. Ну, как минимум, естественно, я порекомендую сайт налоговой службы. В данном случае есть специальная страничка, специальный раздел для налогоплательщиков, физических лиц, для граждан. То есть достаточно просто это все стилизовано определенным образом, графически все выведено, можно посмотреть на сайте. Мне нравится сайт, можно прийти в любую налоговую инспекцию в стране. И на сегодняшний день, не только, кстати, по вычетам или по расходам на лечение, но по всем вычетам, которые предоставляет государство, у нас строго регламентирована и процедура, и пакет документов. То есть у нас на стендах информационная составляющая выглядит таким образом, что под каждый вычет предусмотрен наглядный, агитационный, условно говоря, назовем его так, материал, в котором написаны буквально на одной страничке основные положения, кто может заявить этот вычет, и какой пакет документов максимально, потому что он может варьироваться в зависимости от того, за себя платишь, за супругу, например. Какой пакет документов под каждый вычет, в том числе и под вычет на лечение, необходимо представить. Ну это, кстати, сказать, тенденция последнего времени, потому что раньше мало кто вообще понимал, что есть право не только заплатить, но и вернуть свои деньги. Ну, в общем-то, наверное, да, мне сложно тут с вами соглашаться либо спорить, но на сегодняшний день мы действительно, наверное, за прошедший год максимально упрощаем саму процедуру получения вычета, потому что стандартизировав, допустим, службу на сегодняшний день пакет документов, который необходим для подтверждения вычета, я считаю, что мы очень серьезно упрощаем жизнь гражданина для получения вычета. То есть, приходя в инспекцию, он уже заранее знает, какие документы необходимы или каких документов будет достаточно для того, чтобы этот вычет получить. Давайте сейчас в заключение вернемся к статистике по декларационной кампании. И посмотрим, насколько активно граждане декларируют свои доходы. В 2012 году 5,5 миллионов человек задекларировали свои доходы. И в рамках этих деклараций они также, наверное, заявляли о вычетах? Ну, я могу открыть вам большой страшный секрет, что, поверьте мне, основная масса в этой статистике налоговых деклараций, это налоговые декларации, в которых не только задекларирован доход, но и заявлены вычеты. То есть, ответ на ваш вопрос, безусловно, да, вы правы. Ну что ж, я думаю, что в следующем году эта цифра увеличится. Ну, а в нашей программе мы продолжим рассказывать гражданам не только об их обязанностях, но и об их правах, которыми стоит пользоваться. Спасибо вам большое. Дмитрий Григоренко, начальник управления налогообложения ФНС России, был сегодня в нашей студии. Пришло время нашей традиционной рубрики «Налоги без границ». Сегодня мы поговорим о стране с населением всего в 30 тысяч человек. Но за год там происходит намного больше праздников, регат, авторали, балов и чемпионатов, чем в любом из европейских городов-миллионников. В тонкостях налоговой политики Монако разбирался Павел Шосток. Налоговая гавань в самом сердце Европы. Страна площадью всего 2 квадратных километра славится казино и гонками Формулы-1. Более того, ее резиденты практически избавлены от необходимости общаться с налоговыми органами. В Монако, к сожалению, я как налоговый консультант особо работы не найду, потому что там налогов на доходы физических лиц их нет. В Монако также нет налога на состояние или прирост капитала. Единственный налог для подданных княжества – это налог на наследство. Его ставка колеблется от 0%, если состояние переходит в руки супруга, детей или родителей, до 16% в случае, когда имущество достается неродственникам. Правда, столь мягкие правила налогообложения не касаются граждан Франции, самого крупного соседа Монако. Естественно, Монако очень сильно интегрировано с Францией. И поэтому, если для большинства случаев в Монако для физических лиц нет налогов, то те физические лица, которые являются французами и не провели 5 лет в Монако, все равно сохраняется французское налогообложение, как если бы они не выезжали из Франции в Монако. Зарегистрированные в Монако компании не платят налог на прибыль от коммерческой деятельности, если более 75% дохода получают от операций внутри страны. В противном случае ставка налога приравнивается к 33,5%. Есть еще одно ограничение, которое мешает многим наслаждаться мягким налоговым климатом княжества. Ради таких преференций недостаточно получить в паспорте отметку о гражданстве. Перебравшись в Монако, вы будете обязаны проводить там не менее 180 дней в год. Это единственный способ сохранить статус резидента страны. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи через неделю.